так раз два три нормально слышно да привет дед добро пожаловать на очередную тренировку по открытому китайскому покеру как настрой отличный боевой думаю можешь еще один стол открыть потом просто ливнишь с пустого все супер но ждем надеюсь быстро найдется если сейчас минуток за пять ничего не найдем пойдем за какой-нибудь а а нету регулярного но с очередью мы смысле чтобы чтобы очередь в смысле полное которые ставят есть на 50 не знаю мне кажется это дороговато все таки надо будет а ультимейт там вообще на что делать акцент там больше на фантазии то есть тебя надо собрать фантазию с максимальным количеством карта все-таки надо на фанту на тузах выходить на королях по сути то же самое что с джокером только без джокеров ну да джокер и вообще то там происходит не понимаю а как вообще на джокере выиграть если вот там может быть и 10 фантазий подряд но как играть в плюс хороший вопрос ответ наверное никак ну типа чисто диспо если у тебя есть у тебя хватает банкролла переждать лустрите просто ждешь когда диспо в твою сторону повернется и все а докупаться получается там но вообще максимальное количество раз пока банкролла хватает желательно но если с тобой оппонент будет играть но скорее всего он ливнет типа так это конечно в джокере выгодно докупаться именно понятно так из этого стола тогда выхожу не знаю я люблю ждать стрит таких но у тебя здесь стрит с горшотом а вот так мне кажется больше будет шансов да я думаю да то есть 6 3 коннекторы хреновенькие но хоть какие-то это лучше чем ждать горшот семерку надо все-таки мало аутов получается на а здесь лучше стрит все-таки подождать попробовать еще и закрыться нет лучше ну ты ставь как думаешь о тебе постфактум здесь лучше ставить просто что-нибудь живое и все на мид должен либо сверху валет конечно хорошо наверху до этого типа много кушает у тебя есть дырка под под даму например какую-то под туза ну да что пара может прийти да я вот часто видела что наверх приходит пара у меня уже все получается ставить некуда такая ну хотя для обычного пойми по нормальная фант но мне кажется что это максимум 4 у тебя ты ставь ставь я тебе расскажу у тебя стрит это 4 куша в середине флэш у тебя 4 куша снизу а при того получается 8 ты могла поставить стрит снизу дамы наверх дамы это семь стрит это два это получается ты один куша не добрала уже больше допустить ну да у тебя получается не нужен у тебя очень живой флэш я бы на флэш играл а хочется и флэш и фулл хаос хочется и что выбрать так принципе мне кажется достаточно не знаю я что то кто то я зависла так флэш получается в кроме флэша ничего да да мне кажется лучше два стрита да это же больше чем просто фулл хаос и пара еще будет так дам ró да 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 вот Спасибо. 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 У меня, оказывается, микрофон был замечен, да? Там, короче, неправильно ты немного сыграла, но начиная с третьей улицы там тебе раздавало как не в себя нормальные дают. А неправильно в чем было вначале? Стартер правильно, потом ты на второй улице положила короля наверх. Угу. Я-то как-то слишком жестко был, учитывая, что у тебя на восьмерку два аута, стрит-дро в миде могло бы быть. Угу. Я бы так точно не играл. Угу. Вот. А в итоге все нормально доехало. Угу. 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 Здесь тоже? Еще одна абсолютно провальная фантазия. У тебя… Неправильно, да? Ты положила флеш – это четыре куша, а могла положить королей наверх через… Да, я вот потом посмотрела. Через четыре пары – это восемь кушей, это еще четыре куша. Этого в сумме семь кушей ты уже чисто на фантах не добрала. Угу. Да, у меня с фантазиями как-то не очень. Это очень странный стартер, типа у тебя хорошие коннекторы 8-10, которые ты можешь класть вниз, а пятерки в середину. А, я об этом не подумала. На стрит, да, то есть, получается, и пятерки наверх. Ну, у тебя там и стрит, и флеш, и просто живые ауты. Угу. Все, что хочешь. Ну, да, у меня бывает такое, что я не понимаю. Надо понимать. Ну, если бы я понимала, я бы уже в СОПе участвовала. Да нет. Тут это такая… А зачем? А как? У меня не доедет, скорее всего. Тут сюда, короля вниз. Зачем тебе семерка-то внизу? А куда вниз? Так, получается. Ого. Он мне что дал? Две карты? Из трех? У тебя очень много аутов. При этом тебе семерка снизу точно не нужна. Потому что у тебя в середине восьмерка. И если бы ты положила, грубо говоря, семерку, и тебе бы приехала семерка, то ты бы и не закрылась. Потому что у тебя пары снизу были бы младше, чем пары в середину. Да, у тебя типа на короля на один аут поменьше. Но при этом ты хотя бы лайнами закрываешь. Угу. Удивительно. Так. Вот теперь мне нужно опять правильно посчитать. Угу. Угу. Выдивительно. А, нет, так не получится, да? Уф… Не, так не получится. Уф – так не получится. Уф – requirement. П trash – мета. Уф – маширный 그래плenta kaik куша снова не добрала ты могла десятки поставить наверх дамами их закрыть снизу full у тебя стрит в миде дает 4 куша десятки тебя один куш получается десятки у тебя дают 5 кушей а получается что лучше тогда вообще ставить наверх сначала да а потом уже добирать там середину знаете в прошлый раз рассказывал как лучше это когда тройки да я помню есть трипс типа я был трипс ты бы трипс положил сразу поняла что у тебя остается я там оставалось три пары это десятки дамы и какая-то маленькая пара это сразу поняла что ты можешь поставить full и типа закрыть десятки потому что у тройки получается нужно да да потому что я там оставался флэш но флэш ты поставить не можешь только типа вниз его и тебя слова получается он тебя забирают пары а тут типа три пары видно я не знаю как типа эту эту штуку натренировать мне кажется надо просто сидеть типа типа и чисто фантазии как-то раскладывать не знаю попробую я не знаю сработает это или нет возможно нет попробуйте по просто взять колоду карт и себе по 14 карт выдавать и пытаться из них что-то нормальное собрать да надо будет попробовать обязательно а то у меня получается что фантазии у меня идут в минус хотя не должны наоборот больше приносить да у тебя уже сколько девять кушей недобора но прям это очень много за 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 15 минут игры а получается что вот сейчас будет ситуация тогда спрошу а а вот такая ситуация то есть тут пятерок больше чем восьмерок на восьмерка она выше получается пару добрать то есть лучше восьмерку поставить или пятерку восьмерку очевидно на теку шеи дает больше то есть потому что ты пятерку там закроешь ты от этого не получишь никакого бонуса ну ты так не получишь собственно здесь вот и ставь ставь типа ты не жди когда ты скажу я понимаю я считаю я смотрю сколько осталось здесь лучше ставить 64 с тобой если что они не сгорели на да потому что у тебя получается валет кикер такой же как в миду то есть тебе сейчас десятка не пришла например пришла бы там шестерка то ты бы скупнулась так по-моему такая ситуация уже был вот так нет это не та ситуация да ну ладно может повезет хотя бы тут надо было 10 80 таки да на флэш середину не на флэш это просто живые аут хорошие коннекторы на стрит на флэш снизу типа ставишь живого валета две пары четверок но тебя тут раздают очень хорошо с той ситуации у тебя был бы у тебя было бы две пары фул но и тузы сверху чуть-чуть получше но и так нормально раздали это вообще очень простая фанта тут особо вариантов нет нет ты сначала посчитай сколько у тебя снизу вид да это 4 почему 4 то а сколько блин тут я вообще самого начала стриада а 24 флэш то сверху тебя сколько вот так стали получают а как еще и не знаю ну ставь то успели ну просто еще не выучила таблицу с аутами поэтому нужно будет подучить у меня видимо поэтому и на фантазии тоже да я неправильно считаю стрит 2 flash 4 full 6 карета 10 а две пары две пары нисколько у тебя на нижнем боксе начинается типа со стрита на среднем боксе у тебя получается начинается с три пса то есть трипс тебе два куша и остальное все в два раза больше стрит 4 flash 8 и так далее ты ставила типа стрит у тебя два куша шестерки сверху у тебя один куш это три куша а просто flash снизу тебя дает 4 куша и а не лан как не знаю все нормально эх может дает а вот когда аутов одинаково получается мы по старшинству выбираем на прошлом уроке обсуждали буду дать стрит флэш нет он мне уже не принято ну ладно здесь надо было просто даму середину поставить а десятку наверх и хоть какие-то куши ждать с такой рукой с таки с такой середины вот у тебя здесь не двойка не пятерка тебе кушей сверху не дают но при этом у тебя на двойку типа больше аутов поэтому лучше было двойку поставить не ну кстати она тоже так нормально движает тоже везет правильно на еще бы фантазии собирать нормально ну да поработаю над этим ок мне так нравится но это очень плохо да ну это кляжи фантазии надо было туза в середину тут типа все правильно короля наверх даму с с двойкой поставить на этот самый на низ сейчас уже была бы закрытая фантазия на королях да да их наверх поставить и не хочется здесь точно было ставить наверх у тебя все дамы уже вышли король тебе там сверху ну типа ты поставила тузы в середину на тебе сверху нечего закрывать абсолютно из такой ситуации тузы да нужно ставить у тебя все мертвое это сегодня плохо игра мне не нравится не везет нет везет как раз везет а играешь очень плохо бывает такое да то не собрана а вот кстати если минус идет то вот на таком столе то тоже докупаться вот пока пока он не закончится или лучше выходить нет 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 никакого смысла выходить со стола типа если ты планируешь играть но типа ты играешь сессию тебе с регулярного точно нет никакого смысла выходить никогда если плюсуешь не если минусуешь а то есть а как же сохранить например плюс я же тебе объяснял на прошлом ты его не сохранишь ну типа каким образом ты его сохранишь если ты будешь играть и подальше у тебя что-то поменяется нет ничего не поменяется ты также там закупишься и также там будешь и минусовать и плюсовать этого не меняется ровным счетом вообще ничего от этого меняется только твоя репутация перед допами за столами которые хотят поиграть с тобой а ты их хитом ранишь не знаю чесеточка мне тут не очень а ну вот все теперь так ура здесь нормально сыграно все по игре да ну двойки десятки мертвых вниз смысла не было ставить ухо хорош фантазии а а а и и а и на контур а у меня подвисает видео до или нормально может я отключу тогда потому что она как-то виснет именно с интернатом что-то у меня картинка развалилась тоже да полностью а сейчас как давай перезапустим просто поставлю или не будем это просто с интернетом это штука случилось перезапускаем или нормально видео туда нибудь там надо было не только ставить а 4 2 а да я просто не этот все параллельный телефон отвлеклась не знаю так ну в принципе можно не повезло да 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 просто со звуком нормально все вроде да я просто молчу пока все нормально я молчу мне тут нечего добавить в моей игре сегодняшний да нет в целом по сегодняшней игре мне есть что сказать но именно в данной раздаче нечего добавить нечего добавить зачем тебе валят сверху а то за все равно нет королей тоже мало даму может стоять или валят тебе короли не нужны тебе нужно было усилить низ попытаться там собрать две пары семерку ты правильно поставила тоже на вторую пару да то есть валят лучше было вниз поставить нет валят нужно было скинуть вместо поставить что там было четверка была да вроде четверку не знаю поставлю дамс то что котик тебя дам нету типа это твоя единственная нормальная рука тебе ну тебе уж по сути готовы фанту дали анонса наверх ставить все живые приедет а как они вот так ставят одновременно получается ну потому что ты ведь тоже можешь поставить заранее они заранее стойно не ждать то есть у него там уже точно все хорошо закрылась ему не нужно смотреть там что оппонент положит то есть вот ты сейчас типа уже можно жать подтвердить все и не ждать когда он сходит потому что у тебя тут ничего не меняется от карт оппонентов вот видишь оппонент у тебя трипс собрал правый да 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 и я бы поставил там семерку в надежде победить его и собрать тоже не все видишь тетушку шелки от уже все живые были учитывая 3 макс там карта чемал остается что тетус придет это очень большие шансы и так бы ты оппонента выиграла по двум лайнам и 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 прямо стоит да да я посмотрела думаю может что может нет типа что-то что-то может быть флэш средине то 8 кушей ну типа он тебя стоит просится кнопка горит флэш поставить да не я посмотрела они меня что них по две пары думаю у меня три будет и перебью вот поэтому я у тебя флэш ну типа почему здесь три вот есть флэш ты поставила флэш у тебя есть еще один флэш то есть это уже как минимум два флэша у тебя есть еще наверх хотелось то не будет собрать так что там соберешь у тебя флэш это 8 кушей то есть у тебя сверху это должны быть короли не меньше у тебя нет ни королей не тузов ничего в таком случае только из короли или тузы тогда можно стрит собирать и будет больше так вот вниз а почему по старшинству же король получается аутов одинаково было я короля на было наверх кинуть а почему короля наверх усилить топ у тебя одинаково при этом топ усиливаешь есть на кто-то еще собирает на тузах фанту ты будешь его бить королем ну ну Продолжение следует... 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 выбираешь стрит условно ставишь его ставишь на верх две пары все абсолютно простейшая фантазия такая вот пыталась да вот туда именно вот два флеша вот так вот переставить и успеть собрать вот если у меня сейчас есть два флеша да это я могу успеть это сделать а тогда я да но этого куша сильно меньше будет у нас есть короли которые дают 8 куша это как флеш у нас есть 30 день который дает еще плюс 4 куша и и потом на второй флэш играл не ставил бы trips закрыл закрыл бы флэш снизу а я посмотрела что у него есть тоже и подумала что скорее всего всего две карты а вот не знаю можно десятку а нет все-таки про сейчас потренируйтесь на фантазии даже там около 20 кушений забора ну да я думаю кстати все тренировки я тогда вот все эти моменты проработаю будет уже лучший результат а ко мне две пары только нет нет вот смотри две пары мука я посмотрю как можно максимально почему ты выбрала пару семерок например у меня так далее не знаю я пока просто пытаюсь сделать это побыстрее а тут вальты получается наверх вот временем не хватает впритык а и и и и и и и и и а если сюда вот когда играю думаю почему то у оппонента до карты сгорели на фантазии теперь я поняла почему такое вообще бывает видимо тоже очень долго считает как раз впритык под среднее ожидание есть правильная фанта и быстрее получилось да круто спасибо большое а то мне это прям вообще огромные минусы за это войдет и и ну маловато конечно я бы не стал играть на фангал я бы поставил лучшего лета наверх семерка бы закрылся на фул и все и и сидел бы ждал скупы оппонента и лутал бы с него 12 кушать там у тебя аутов ну типа вы остались в хедзапе у тебя там аутов очень мало смысла вообще не было крылья играть наверх так 6 нет все таки маловато но вот опять у тебя смотри у тебя было 6 аутов на флэш 6 аутов на флэш и 2 аута на короля что лучше было бы сыграть королей и вообще мне очень много приехала до куда 6 аутов был хэмэр зачем а я хотела чтобы может мне наверх при чем-то старшей я хотя бы постарше карте там надо было сто процентов играть trips у тебя три аута вниз при этом в чем в чем смысл если ты бы играла trips да у тебя был бы шанс выиграть 2 лайна минимум потому что у тебя trips сильнее чем мид у оппонента и у тебя был бы full снизу поставив просто мусор в середину у тебя осталась одна пара то есть ты мид уже сто процентов проигрываешь и при этом типа ты проигрываешь еще и низ потому что там 5 2 пары всего и проигрываешь на тот момент ты проигрывала вверх потому что у тебя кикер был младше девять была девятка у него там что было десятка форма да что такое короче то есть своим своим ходом да ты по сути ничего не поменяла то есть ты как проигрывал проигрывала войны ты их так и проигрывала бы все равно а если ты поставила trips у тебя был бы шанс их выиграть минус то есть что он будет это неважно главное что ты со своим мувом вот этим вот да ты вообще ничего не поменяла ты никак не улучшилась и ничего не сделал то есть ты все равно проигрывала эти лайны и так а если бы ты поставила trips да то есть не доехала ты проиграла бы все равно столько же сколько ты вот тем ходом когда поставила это сделала на к стрипсом тебя были шансы его победить а когда ты себе заруинила среднюю линию у тебя уже шансов победить не было никаких поняла оставься так так ну шо резюмируем ужасная тренировка согласна особенно по сравнению с первой полнейшая несобранность разглядяйство непонимание простых чисел вот поэтому домашнее задание во первых выучить комбинации сколько дают на каких лайнах не знаю как ты будешь учить как ты запоминаешь типа но но их надо выучить как таблицу умножения это обязательно во вторых очень важно играть всегда по аутам то есть ты сегодня несколько раз сыграла не по не по аутам не по шансам то есть у тебя ну вот самый такой очевидный самый явный пример это когда ты тебе у тебя нами дубл король тебе пришел король который тебе подходил а тебе дать и пришло король который подходил на флэш тоже и ты поставила на флэш хотя у тебя было 6 аутов на флэша на крыле у тебя оставалось два аута то есть но типа всегда надо играть именно по аутам иначе ты будешь проигрывать причем очень сильно это два и три нужно потренировать фанты видеть их как это сделать я не знаю но попробуйте по мой совет по поводу просто себе пораздавать поискать наиболее лучше может какую-то сможешь выработать для себя систему потому что ну типа свою систему я тебе уже объяснял но видимо тебе не подходит и игнорируешь абсолютно ну то есть чтобы глаза не разбегались ты просто берешь номер у тебя там есть трипс да ты берешь трипс выделяешь его и ставишь на какой-нибудь line неважно какой просто чтобы освободиться вот в нижней руке в нижних картах этого трипса посмотреть что у тебя еще есть то же самое ты можешь делать с остальными комбинациями например если у тебя есть флэш из пяти карт например да ты выделяешь флэш ставишь его на какой-нибудь line но на средний либо на нижний на смотришь что у тебя остается либо если у тебя длинный флэш например больше пяти кар да там тебя 67 одномастных карт ты выделяешь флэш и смотришь пары самые максимальные которые ты можешь из этого флэша выделить например у тебя есть там три пары короли валеты семерки да ты выделяешь флэш и смотришь ага вот короли да они во флэше задействованы ну так как флэш длинный я могу королей забрать ты можешь просто типа забрать королей оттуда поставить на line посмотреть что осталось то есть выделяешь флэш выставляешь смотришь что осталось как ты их можешь закрыть скорее всего в обычном панепле ну типа это это будут легчайшие фантазии то есть ты выделила например из из флэша королей он ставила их поставила флэш смотришь у тебя просто снизу по кнопкам смотришь там тебя то может быть стрит у тебя там две пары могут быть трипс какой-то все что угодно или например ну там ты выделила флэш поставила его смотришь например я там какой-то стрит-дро который не горит но ты видишь да что у тебя стрит-дро смотришь свой флэш если там эти карты можешь ли ты из флэша достать карту поменять ее на другую который тебе не нужно чтобы получился стрит да так и это типа все это все довольно быстро делается то есть вообще фантазии раскладываются но там тип за за 10 секунд главное ну типа для себя какую-то систему выработать чтобы все эти комбинации довольно довольно быстро видеть вот и еще это уже получается четвертая это тоже будет входить в домашнее задание просто открываешь открываешь лобби листаешь самый верх до открываешь самую дорогую игру по-моему по-моему даже типа обычный pineapple есть ну короче открываешь самый самый дорогой обычный pineapple и смотришь как челики играют как раскладывают стартеры то есть нас интересуют именно стартеры например он сидит у тебя на стартерах есть абсолютно вся информация да то есть у тебя нету dead card вот этих вот которые как они которые в маг сбрасываются да то есть смотришь например один положил вот так вот там стартер до свой ты смотришь на него ты не просто смотришь на него там типа пытаешься помнить ты посмотрела такая а почему он так положил а мог ли он по-другому положить рассуждаешь второй человек положил ты смотришь да например а почему так положил влияли влияли ли на его расклад карты оппонента, да, например, вот, в идеале вообще 3-макс, ну 3-макс ты вряд ли найдешь пообсить, вот, но в целом, в целом это как-то так, наверное, быстрее к стартерам привыкнешь, главное пытаться объяснить, почему он так сделал, то есть, например, там он поставил там 6-7 в мип, 10 валет вниз, хотя они там типа на флэш, например, были, да, ты смотришь, а почему он так, почему он не играл на флэш, наверное, потому что, например, там валет 10, это абсолютно живые карты, плюс это коннекторы, плюс там, например, он играл без позиции, вернее, он играл в позиции, например, и у его оппонента были дэд-карты на флэш на его, да, поэтому он типа не стал на него, например, играть, то есть пытаться анализировать именно стартеры чужие, и я надеюсь, возможно, это поможет, поможет тебе самой класть их нормально, вот, ну и, блин, как-то надо по собранней, то есть как-то сконцентрироваться по собранней, погрузиться в игру, не допускать дичайших ошибок, ну, типа, скуп на фантазии, это прям, это прям жесть, прям, прям очень хорошо, чисто на фантах ты не допускала. Я просто не успела, да, обратно их поставить. Тебе сегодня охренительно раздавали, просто охренительно раздавали, если бы ты была пособраннее, ты бы обоих опов точно обнулила. Как-то так. Ну, в целом всё, увидимся. Да, спасибо большое. Увидимся, когда увидимся, да, спишешь. Я проработаю все свои ошибки, их чувствую очень много. Ну, я тебе сказал, что надо сделать. Да, да, да. Во-первых, комбинации, нужно обязательно знать, сколько, сколько, что стоит, на каком лайне, это прям очень важно. И это, ну, типа, там простейшие цифры, комбинации, которые надо запомнить, их всего, там, три, условно. Ну, фанты и стартеры. Комбинации, фанты, стартеры. По сути, по сути, всё. Настрой, собранность тоже очень важны. Как-то так. Всё? Поняла, спасибо. Всё равно было очень круто. Ладненько, давай. Давай. Пока.